Протокол HTTP Как я уже говорил, протокол HTTP достаточно простой протокол для того, чтобы иметь возможность его полностью сымитировать руками. Этим мы сейчас и займемся. Как сымитировать руками? Для начала нужно подсоединиться к целевому веб-серверу. Делается это либо с помощью команды TORNAT и указанием адреса и порта 80-го, либо с помощью команды NC с указанием адреса и порта 80-го. Давайте с вами сейчас посмотрим скринкаст, на котором я проделаю примерно это, и вы увидите, что это довольно-таки просто. Давайте перейдем в нашу командную строку и попробуем выполнить несколько запросов вручную, используя наши команды. В качестве хоста давайте возьмем два. Я.ру первый и степик.орг Извините, хост степик.орг Степик.орг находится по адресу 54194.188.166 Я.ру находится по адресу Я.ру Он врезовывается в несколько IP-адресов, куда в данный момент при коннекции нам, в принципе, не суть важна. Главное посмотреть на саму возможность. Сначала давайте TORNAT И на я.ру Я.ру 80-й порт. Заходим. Установилось соединение. Пишем get.slash.http Протокол 1.1 Enter Указываем хост В точке Я.ру Enter Видите, нам выдался наш Сэрер Яндекса Выдал Такой большой достаточно ответ Тело ответа И заголовки ответа HTP 1.1.200 Ок Это значит, что все ок Сэрер Много-много всяких заголовков и так далее Давайте посмотрим, что будет, если мы укажем не HTTP 1.1, а HTTP 1.0 И не будем указывать хост Теперь давайте посмотрим, что будет, если мы укажем не HTTP 1.1, а HTTP 1.0 и не будем указывать хост Тоже самое Тонат я.ру Get.slash.http 1.0 Enter И еще раз Enter Мы получили гораздо более такой большой ответ Это то, что отвечает Яндекс на неизвестный хост Где там тело Вот заголовки Давайте теперь посмотрим то же самое, но с stepic.org И используем на этот раз команду не TALNET, а NC В принципе то же самое NC Stepic Org 80 Enter Get.slash Для начала HTTP 1.0 Используем Протокол Enter Enter Вот что нам вернул 403 forbin Код 403 Это код, который возвращает веб-сервер при отказе обслуживать указанные урги То есть на дефолтном хосте на stepic.org ничего не висит, поэтому он запрещает обращение Точнее висит, но все обращения туда запрещены Окей, давайте посмотрим то же самое, только введем теперь на этот раз хост Get.slash.http1.1 Enter Host Stepic.org Посмотрим, что там будет Enter Видите, мы получили код 301.mult permanently Это способ организации HTTPS соединения на stepic.org Мы обратились на незашифрованные соединения на 80-й порт И сервер Stepic.org принимает соединения на этом порту, но не обслуживает их Поэтому он возвращает код 301, mode permanently, и возвращает нам новую локацию, куда должен перейти браузер Если бы мы перешли браузером, ввели бы в браузере stepic.org, нажали бы Enter Он бы стукнулся на 80-й порт, получил бы вот этот вот заголовок Вот этот вот код ответа 301, mode permanently, и location HTTPS stepic.org И браузер бы перекинулся уже на защищенные соединения Как работать с защищенным соединением мы посмотрим на следующем шаге А сейчас давайте, чтобы нам не вводить вручную вот эти запросы Давайте все-таки минимально автоматизируем данную задачу Мы используем для того, чтобы обратиться к stepic.org nc Команду nc Давайте сделаем файл, который будет содержать наш запрос win.txt Создадим следующий файл get slash http 1.1 host stepic.org запишем cut наш react.txt Вот содержимое нашего файла запроса react.txt Теперь сделаем распечатку этого файла на std.out Точнее, на std.in команды nc stepic.org 80-й порт Enter Видите, мы теперь можем, не вводя ничего руками создавать эти запросы динамически отдавать эти запросы в таком автоматическом режиме Соответственно, мы можем здесь react.txt Здесь запросить что-нибудь другое Допустим robot.txt http 1.1 Бла-бла-бла Катрик Ну, тоже Ну, перманутли Что, в принципе, Объяснимо Но, тем не менее, Виде, у нас локация поменялась Таким образом, вы можете сделать Сами Произвольную Обработку Произвольное задание этих запросов Вместо этой команды React.txt Вы можете использовать любую команду Которая генерит запрос На выходе Например, мы можем сделать следующую штуку Vim React.brush Здесь сделать Эхо Get Slash HTTP 1.1 Затем Эхо Хост 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 будет У нас В первом параметре Эхо Пустая строка Чмот Плюс Х Рег Точка Ваш Выполним Его Видите, у нас Он работает корректно Введем здесь что-нибудь Хост Ха-ха Отлично Теперь мы можем сделать следую А, еще Одна штука Здесь Укажем здесь Ресурс Первым параметром будет ресурс А вторым параметром будет хост Который подставлять Ха-ха-ха Ббб Вот такой у нас запрос получился И теперь Сделаем Следующую вещь React.bash Здесь Введем В качестве ресурса Robots.txt И хост В степик.org Переведем все это на НС НС С степик.org Порт 80 Вот нам выдал Наш Робот с текстом В принципе Здесь Можно взять Как с какого-нибудь другого Давайте с газетом Возьмем Робот с текстом Газета.ru C Газета.ru 80 Газета.ru 80 Порт Газета.ru Тоже Выдает Что Мув Премонент То есть Здесь мы можем Произвольно Менять Любой хост Любой ресурс Затребовались Этого хоста И так далее И тому подобное В принципе С помощью такого Простейшего скрипта Можете какие-то сервисы Анализировать Во время Во время сформирования Наших запросов Мы постоянно Сталкивались С СССР В современном мире Все стремятся По максимуму Работать Защищенным соединением Потому что Хакеры не дремлют Открытое соединение Давным-давно Уже все Перехватываются Секреты Узнаются Врагами И так далее И тому подобное Все стремятся Перебросить Сразу на СССР Что делать В случае С СССР Напрямую Если мы соединимся На 443-й порт Нам скажут Что Открытым текстом Мы ничего не понимаем Нужно сначала Установить соединение С СССР Работает следующим образом До того Как перейти На уровень HTTP Отдавать команды Те же самые команды Что и с открытым С открытым протоколом Те же самые HTTP команды С СССР Enabled Service Сначала устанавливает Защищенные соединения Передаются сертификаты Передается информация По сертификатам Идет согласование Шифрование С обеих сторон Обмен ключами Обмен параметрами Шифрования И так далее И тому подобное В результате чего В результате всех этих манипуляций Устанавливается защищенные соединения И уже поверх этого защищенного соединения Клиент отдает Такие же самые запросы Get, Post, Put И так далее И тому подобное Давайте посмотрим Как это можно сделать Руками Руками это можно сделать С помощью команды OpenSL Которая Есть практически На всех платформах И включает в себя Библиотеку OpenSL Включает в себя Command Line Утилиту OpenSL Делается это С помощью параметра Команды S Подчеркивание Клиент К OpenSL Затем идет флажок Minus Connect Где указывается Цель IP адрес Или домен Двоеточие Порт Заметьте Вот в данном случае Цель И порт Указываются Через двоеточие А не разделенные Пробелом Как в предыдущем случае Давайте посмотрим Как это Выглядит Давайте посмотрим Как это Выглядит На практике В качестве Примера Мы возьмем Хост E.mail.ru Который Работает По HTTPS Установим Соединение На SL Enabled Web С помощью Команды OpenSL OpenSSL S Подчеркивание Клиент Minus Connect Цель E.mail.ru Порт 443 На 443 Порту Висит Защищенная Версия HTTPS Enter Что нам Здесь Выдалось Для начала Команда OpenSL Устанавливает Защищенные Соединения Как я вам Уже Сказал Сначала Идет Установка Уровня Который Обеспечивает Защищенные Соединения Затем Уже Принимается Командах Обычного Протокола HTP У нас Идет Согласование По сертификатам Сервер Показывает Какие сертификаты Соответствуют Данному Домену Выдает Этот сертификат Идет Согласование SSL В результате Чего Идет Договоренность Относительно Того Типа Шифрования Которые Нужно Использовать Во время Этой Защищенной Сессии SSL Тоже Самое Повторим Но Теперь Все-таки Введем Какой Нормальный Запрос Get Slash HTTP 11 Host E.mail .ru Вы видите Нам система Отдала Ответ Ответ Не очень Интересный 301 Могут Перманент И куда Нас Перемещает Location HTP HTML Message Inbox То есть Если просто Браузером Зайти На HTP С Inbox Нас Перебросит На HTP Inbox Slash Inbox Теперь Давайте Запросим Сейчас Разорвем Отсоединение Давайте Запросим Все-таки Ресурс Какой-нибудь Который Там Есть Get Robots Точка Ой Сейчас Заново Get Robots Точка Текст HTTP 1.1 Host E.mail .ru Запросим Запросим Файл Robots Txt С Хаст Не Можем Убийцы Нам Вернулся Наш Контент Наш Файл HTP 1.1 Во-первых Вот все Заголовки Вернувшиеся От сервера Здесь Они Заканчиваются И Тело Ответа Тело Ответа Представляет Себя Содержимое Файла Robots .txt Содержащегося На Хосте E.mail.ru На Предыдущем Занятии Мы Обсуждали Robots Txt Как видите Здесь Для всех Юзер-агентов Разрешены Только Фиксированные Методы Запрещено Все Остальное Вручную Вводить Запросы Это Некоторого Рода Безумие Все-таки Люди Предпочитают Использовать Какие-то Инструменты Вручную Удобно Делать Какие-то Быстрые Проверки Если У вас Есть Какая-то Гипотеза Относительно Того Что Может Происходить На Веб-сервере Вы Можете Быстро Скормить Какую-нибудь Ахинею И Посмотреть Как На Эту Ахинею Отведет Веб-сервер Или Получить Быстро Те Заголовки Которые Веб-сервер Отдает Посмотреть Баннер Этого Веб-сервера Посмотреть Как Он Куда Перебрасывает И так Далее И тому Подобное Но Вообще Люди Все-таки Предпочитают Использовать Какие-то Инструменты Вот По Инструментам Таким Простым Инструментам Которые Можно Использовать В данном Случа Для Создания Веб-сервер Такая Команд-лайн Утилита Предназначена В основном Для того Чтобы Брать Рекурсивно Содержимое Веб-сервера Вы указываете Какую-то Точку Входа С ключиком Минус Р Дальше Он Вам Скачивает Веб-сервер И сохраняет В виде Файла Локально Если Не указать Никаких Дополнительных Параметров То Веб-сервер Вызывает Следующим Узом Сама Команда Далее Ключики Какие-то И Цель С чего Начинать Скачивание Сайта Если Не указывать Дополнительных Параметров То Указанный Сайт Сохранится Локально Файл В данном Случае Индекс HTML Но У нас Здесь К Вгету Идет Ключик Минус О Большой Минус Что Заставляет Вгет Выплевывать Содержимое На СТД То Вам В экран А не Сохранять Локально В виде Файла Попробуйте Сделать Это Скормить Ему Например СТД Корг И Вы Получите Содержимое Сайта СТД Корг Вторая Команда Это Курл В качестве Параметра Тоже Принимает Цель Ему Не нужно Указывать Что На СТД Выдавать Все Он Сам Изначально Выдаст Все Это Дело На СТД Чем Хороши Эти Команды Тем Что С помощью Многочисленных Опций По Всем Опциям Пожалуйста Посмотрите Ман Пейдж По Указанным Командам Или В интернете Есть Масса Всяких Туториал Посредством Разных Опций С помощью Этих Команд Можно Практически Полностью Модифицировать Запрос Создав Абсолютно Свои Какие-то Заголовки Свои Куки Значения Свои Параметры Для Гет Пост Запросов И так Далее Тому Подобное Один Из таких Заголовков Это Заголовок Который Добавляет Хедер К Http Запросу В случае С Вагетом Это Минус Минус Хедер Далее Идет В кавычках Пара Имя Хедера Хедер Нейм И Его Значение Вэлю Далее Идет Указание Цели В случае С Курлом Это Опция Минус Аж Большое Далее То же Самое Хедер Нейм Двоеточие Вэлю Указав Свои Параметры В качестве Хедер Нейма И Вэлю Вы Получите Http Запрос Содержащий Ваш Кастомный Заголовок С вашим Кастомным Содержимым Этого Заголовка Теперь Давайте Поговорим О Представлении Данных Что такое Представление Данных В простейшем Случа У вас Есть Некий Набор Вкадных Точек Некие Параметры И Их Значения Которые Как вы можете Предполагать Один в один Попадают Внутрь Веб Системы Внутрь Веб Часть Которая Обслуживает Эти параметры Например Хедер Useragent Есть Название Хедера Useragent И Есть Значение Которое Приславивается Этому Хедеру При Запросе Оно Попадает В рамки Веб Системы Далее Веб Система Как-то Его Трактует Обычно Переменная Useragent Переменная Хедер Useragent Равно Такая Строка Или Get Параметр ID Равно 1 Таргет Ком HTP Таргет Ком Слэш Вопросительный Знак ID Равно 1 Это Некая Переменная Которая Попадает Внутрь Веб Системы И Трактуется Как Некая Переменная У вас Есть Точная Точка Входа Значение 1 И Имя Переменной ID Вы Можете Манипулировать Значением Как Целостной Сущностью Данных В Некоторых Случаях Однако Это Немножко Не Так Переменная ID Может Быть Равна Какой Длинной Строчке В которой Могут Быть Закодированы Несколько Параметров И В Веб Часть Они Попадают В Виде ID 1 Равно Какая Часть Из Этой Сточки ID 2 Какая Другая Часть Из Данных Для Для Того Чтобы Воздействовать На Им Нужную Вам Порцию Этих Самых Данных Давайте Посмотрим Следующий Пример Чтобы Было Понятнее Такая Достаточно Распространенная В Интернете Нашего Дня Штука Как Мэппинг Директории В Определенные Параметры У нас Есть Запросы HTP Сам Сайт Точка Ком Слэш Гендер Слэш М Слэш Эйш Слэш 22 Все Это Выглядит Для Вас Как Для Клиентов В Виде Какого То Вызова Последово Вызову Директории Для Какого Нибудь Краулера Который Вы Натравливаете На HTP Сайт И Который Задач Которого Выбрать Весь Контент Этого Сайта Это Тоже Будет Видеть Директорию Он Опустится Внутри Гендер И Начнет Пытаться Перебрать М В свою Очередь Директория Слэш Далее Будет Тректовать 22 Не как Параметры Как Как Ресурсы Находящиеся В этой Директории Но В результате После Того Как Пройдет Мэппинг Директории Параметров Веб Часть Веб Скрипт Веб Метод Упадет Следующее Gender Равно M Age Равно 22 В случае Вот этого Запроса Соответственно Вам Как Аналитику Нужно Воздействовать На Букву М В качестве Параметра И Букву 22 В качестве Параметра Для Age В Параметре Для М Вы Можете Точнее Параметре Для Gender Вы Можете Кроме M И Попробовать Что Будет Если Скормить Что То Среднее Посмотреть Нет Ли Там Какого Какой Штуки Которая Обрабатывает Средний Пол В Случае С Возраст Вы Можете Скормить Попытаться Скормить Какие-то Непредопределенные Какие-то Странные Возрасты Больше 100 Или Меньше Нуля И Посмотреть Как Среагирует Целевая Система Еще Один Тип Представления Данных Которые Хотелось Б Рассмотреть Это Так Назваемая БС 64 Кодировка И Представление В одной Строчке Нескольких Фрагментов Данных Соединенных Вместе В данном Случае Есть Параметр In Которому Присваивается Вот Такое Значение Во-первых Обратите Внимание Вот На Этот Фрагмент Процент 3D Процент 3D Это Так Назваемая URI Encoded Кодировка Которая Позволяет Через Параметр Get Запроса Передать Символы Которые Иначе Передать Будет Сложно Процент Процент Определяет Шестерично Закодированные Данные Данные Шестерично Кодировки То есть После Процента Идет Hex Код Символы Которые Мы хотим Передать После Раскрытия URI Encoding Мы Получим Следующую Строчку Эта Строчка Уже Является БС А4 Закодированная Строчка Которая Содержит Некие Данные В Этом Случа В данном Случа Нам Бесполезно Влиять На Эту Строчку Которая Выступает В параметре Эту Строчку И Смотреть Что Получится Получится Обычно Фигня Нам Нужно Посмотреть Какие Данные Содержатся В Этой Строке После БС 64 Декодирования Эти Данные После Того Как Мы Декодировали С Б 64 Выглядят Следующим Образом А38 Точка Запятой Б 16 Точка Запятой 99 Точка Запятой К 21 И Вот В этом Случа Уже Мы Получили Несколько Точек Влияния Мы Можем Здесь Попытаться Поменять Какое Либо Число Мы Можем Попытаться Поменять Какую Либо Букву Мы Можем Добавить Какой То Параметр З 18 Посмотреть Что Получится Или Мы Можем Удалить Параметр И Посмотреть Что Получится Но Для Того Чтобы Передать В Ин Нашу Новую Сформированную Точку Мы Сначала Должны Закодировать Encode И Затем Подставить Уже Сюда Не Забывайте Что Символы Равно Нам Нужно Представить В виде Процент 3D Как Именно С помощью Команды Строки Linux Осуществить B64 Кодирование Декодирование Мы Сейчас Посмотрим Нашим Очередном Screen Casting Делается С помощью Команды B64 Что В принципе Неудивительно Воспринимает Данные Либо При вводе При запуске Этой команды Ctrl D Нам На выход B64 Нкода Строка Тех данных Которые Мы Ввели Либо Ж Воспринимает Данные С STDI Мы Попробуем Сейчас Кормить Что Ни На STDI B64 И Получим Некий Результат Теперь Возьмем Эту Строчку Которую Мы Получили И Поведем Обратную Операцию Эхо Эта Строка B64 Для того Чтобы Раскодировать Мы Используем Крючек Минус Д Большое Видите У нас Получилось Обратно Наша Оригинальная Строка Получилось Для чего Используется B64 Для того Чтобы Вбить Набор Символов Все Эти Символы Они Печатные Символы И Если Мы Скормим В качестве Исходной Строки Что-нибудь Непечатные То B64 Все равно Переведет В разряд Печатных Символов Точнее Аск Символ Которые Отвечают За Какой-то Символ То есть Строка Будет Безопасна Для Передачи В рамках Разных Патаколов Давайте Попробуем Сюда Вместить Что-нибудь Непечатное Например Одинарная Кавычка Это Во-первых Сделаем Эхо Минус Е Чтобы Escape Sequence Отрабатывались Затем X27 Это Одинарная Кавычка 27 Это Шестнадцатеричный Код Одинарной Кавычки Затем X0A Это Возврат Строки Еще раз X0A И Что-нибудь Вменяемое И до этого Тоже Что-нибудь Вменяемое Вот Наша Base64 Строка Вот Этой Строки Если мы Попробуем Без Просто Ввести на Экран Эту строку Без Кодирования Мы получим Следующее Видите У нас Вывелось Здесь Затем Два Перевода Строки И Вывелся Текст Здесь В случае Если мы Закодилаем Без 64 Никаких Переходов Строки Перевода Строки Не будет С помощью Команды Эхо Мы Вернем Все Как Было 64 Минус Д И Увидим Что у нас Опять Осуществился Перевод Строки Если у нас Какой-нибудь Протокол Вспомните Что в протоколе HTTP Например Перевод Строки Это Два Перевода Строки Подряд Это Сепаратор Заголовков От Тела Запроса Или Тела Ответа Если Нам Нужно Передать Управляющие Символы В качестве Каких-то Параметров И мы Укажем Явно То У нас Просто Разобьется Нафиг Протокол HTTP В результате Для того Чтобы Передать Эти Символы Нужно Использовать То Или И Кодирование Как Минимум Что-нибудь Более Сложное Типа BS64 Продолжение следует